Я, как и все, каждую неделю жду пятницу. Спросите, почему? Впрочем, даже если не спросите, я все равно скажу, чтобы наконец записать кино на выходных. Привет, с вами я, Нина Бережная, и наша программа о свежих новинках синематографа. Давайте сразу к делу. Я просто обожаю новогодние фильмы. С него и начнем. В списке свежих премьер этой недели «Серебряные коньки». Сюжет такой. На дворе канун нового 1900 года. Матвей, сын бедного фонарщика, из-за опоздания теряет работу. Зато находит настоящего друга Алекса. Тот катается на коньках, как бог. Но оказывается, не просто так. Алекс – главарь банды воров-карманников, что без зазрения совести обчищают петербуржцев и гостей города. Они принимают Матвея в свою команду и начинают действовать сообща. Если потенциальные бунтовщики перестанут бояться полицейского с шашкой, то это может привести к самым непредсказуемым последствиям. Есть донесения, что для своих преступных действий бандиты используют коньки. Но новогодняя история не сложилась бы, если бы сценаристы не вписали в сюжет историю ее величества любви. Случайность или судьба, но Матвей встречает очаровательную Алису – дочь крупного сановника, которая вот-вот готовится выйти замуж за неугодного ее душе князя. «Серебряные коньки» – история про настоящий героизм, дружбу, верность и, конечно, любовь. Фильм, от которого по коже точно побегут мурашки. Авторы создали картину максимально атмосферной, до мелочей продумали костюмы героев и воссоздали Петербург того времени. Самое время готовиться к предстоящему празднику и заряжаться атмосферой. Отличный способ посмотреть это кино. Не знаю, как вы, но я побегу в кинотеатр смотреть «Серебряные коньки» уже на этих выходных. Следующий фильм в списке нашего сегодняшнего выпуска – «Осторожно, кенгуру». Марк – музыкант, творческая натура. Однажды утром в его квартиру позвонили. Открыв дверь, он увидел не совсем обычного гостя. Марку кажется, что он сошел с ума. Это и не мудрено, как часто вам в дверь звонят кенгуру. Однако спустя время парень понимает, его жизнь сумчатым становится куда веселее, чем было до его появления. В общем, в отношениях человека и животного начинается идиллия. Ребята часто разговаривают по душам, а порой и вовсе им вместе приходится выпутываться из непростых ситуаций. Слух о говорящем кенгуру разлетается по всему Берлину. За новым другом Марка устраивают настоящую охоту. Тем временем сам очеловеченный питомец продолжает вести развольный образ жизни. Кто-нибудь сделайте из него шубу. Но эти ребята не так уж бестолковы, как могут показаться на первый взгляд. Марку и его кенгуру предстоит раскрыть заговор крупной строительной мафии. Ну а чтобы узнать, чем закончится эта история, скорее беги в кино. Но помни, фильм строго 18+. В картине ну просто куча ненормативной лексики и демонстрации девиантного поведения. Не знаю, как бы я отнеслась к кенгуру, а вот если бы в мою дверь позвонила говорящая собака или, скажем, милый говорящий бурундук, я бы загробастала его обеими руками. Хотя, надо подумать. Еще одна новинка кино — бараны. Если вдруг вы решили, что речь пойдет о животных, вы ошиблись. Почти. Колин и Лес — братья-фермеры. Вот уже 40 лет они работают бок о бок, и все эти 40 лет не разговаривают друг с другом. Испокон веков их семья разводила баранов. Хороший у тебя баран. Да. Придется ему попотеть. В каком смысле? Животные неоднократно становились лучшими и завоевывали различные титулы на всевозможных фермерских ярмарках. Баран Лес — он болен. Да. Заводчики овец шокированы обнаружением крайне заразной болезни. Они мои, не забирайте их! В действие введен экстренный план биоконтроля в надежде сдержать эпидемию. Чтобы избежать массовой гибели овец, местные власти решили забить все стадо. Но братья допустить такого решения не могут. Но сплотиться и действовать сообща точно не получится молча. Картина «Бараны» рассказывает о том, как одни бараны помирили других. Сюжет фильма вполне предсказуем, но от этого точно не становится хуже. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну вот, заговорила пословицами. А вообще, мне кажется, такие истории, когда родные люди не разговаривают друг с другом годами, в реальности встречаются довольно часто. Главное, чтобы в их жизни тоже рано или поздно появились такие вот примирительные бараны. Ну а мы подходим к концу и сейчас по традиции расскажем, что посмотреть по телевизору дома, если, например, в кинотеатр идти не хочется. В эти выходные наш телеканал покажет «Спартак и Калашников» – фильм о дружбе между детдомовским мальчишкой Сашей Калашниковым и его преданным четвероногим другом по кличке Спартак. На протяжении всего фильма дружба закадычных друзей не раз проверяется на прочность и верность. Судьба заносит их то к новым русским, то к беспризорникам, то в воинскую часть служебного собаководства. В конце концов, «Спартак» помогает обезвредить террористов, и друзья становятся героями. Еще один фильм, который стоит посмотреть всей семьей – сказка о том, кто ходил страху учиться по братьям Гримм. Младший из двух сыновей горшечника – Михель, тоже горшечник, и в этом он, собственно, ничем не отличается от отца с братом. Но есть у него одна особенность, которая отличает его ото всех. Он не умеет бояться, он даже представить себе не может, что такое страх. Брат смеется над ним, отец негодует, а ему хоть бы что. Жил бы он себе, так и жил, но однажды, гуляя в лесу, встретил очень красивую девушку – принцессу, в которую тут же влюбился. Надеюсь, после нашей программы вы решили, что посмотрите на выходных. Ну а я прощаюсь с вами ровно на неделю и желаю отличного уикенда. Пока-пока!